Всем привет! Вы на канале Digital Shaman, меня зовут Иван. Сегодня у нас давно не было видео, кстати говоря. А знаете почему? Потому что нет работы! А работы нет и потому что деталей нет. И в общем-то сейчас ситуация такая, что приходят детали и они как бы не совсем камельфо. И скорее всего очень часто такое будет теперь. А сегодня в общем-то хорошая новость. Сегодня у нас будет Fujifilm XT20. И у этого аппарата у нас полностью всё мёртвое, он не включается совсем никак. Полностью трубку. И для этих целей у нас куплен новый затвор, абсолютно новый. Я вам сейчас его поближе покажу. На нём даже муха не сидела, посмотрим поближе. XT20, вот при старте ничего не происходит вообще. Батарейка, видите, тут стоит, но ничего не происходит. Батарейка абсолютно полностью заряжена. Аппарат просто работал и вырубился. Это классическая проблема, связанная она как раз непосредственно с затвором. На затворе образуется короткое замыкание и затвор больше не работает. Итак, ко мне поставлен затвор. Затвор, сейчас покажу ближе. Характерным признаком того, что аппарат, затвор не вставлялся никуда, и отсутствие на контактной площадке каких-либо точек, которые образуются в результате подключения шлейфа к коннектору. Сейчас вы видите затвор полностью, можно сказать, и в идеальном состоянии. Это новый затвор. Друзья, вот это интересно. Вы видите только, что я сейчас достал оттуда просто болт. Он не был закреплен, он был просто на ленте. И это очень подозрительно. Итак, крайние два контакта вот здесь показывают сопротивление на движке. Давайте замерим сопротивление на рабочем движке на новом затворе. Сопротивление составляет, с учетом сопротивления проводников, которое подводится к мотору 5,8 Ом. Теперь меряем здесь. Все точно то же самое. КЗ. 0,1 КЗ. Там есть замыкание. И раз есть замыкание, то значит на плате было повышение тока. А раз было повышение тока, значит должна работать была защита. Включаем мультиметр в режим прозвонки. И нас интересует вот тут предохранитель буковкой Т, который так вот. Замеряем. И ничего. Как видим, что Т не прозванивается. А должен. То есть питание у нас напрямую подходит вот к этому ключу. И здесь у нас его нет. Соответственно, после того, как я разберу все это дело, поменяю затвор, у нас аппарат не заработал. Ни при каких обстоятельствах, пока я не изменю Т на Т. в тขущем мы начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА от чего винт а винт оказался от затвора вот этом месте затвор тоже крепится кроме однако винта здесь нет и именно оторвавшийся винт мог попасть вот сюда места крепления в места управления а момент включения давайте запустим аппарат посмотрим что будет просит он у нас ввести язык ну давайте выберем любой язык нам нужен русский и дату все зашел в меню теперь можно попробовать поставить карту памяти сделать парочку снимков и так есть фокусировался делаем кадр есть работает управление работает кнопочки переключает ну и в общем то все аппарат ожил и меня это безумно радует потому что могло быть хуже бывает так ломается что уже так просто не решится это заменой предохранителя и затвора видите сфокусировался все парад готов к работе за годы практики уже не раз было так что затвор выводит из строя камеру и превращает ее в кирпич 6020 это довольно частое явление однако в данной истории у нас выкрутился еще и винт который держит скрепляет верхнюю крышку и держит затвор дальше винт каким-то образом переместился вниз но за счет наверное гравитации и скорее всего он попал либо нас вот эти части мотора вот в этом месте и напрямую замкнул либо попал вообще в целом внутреннюю часть затвора вот короткое замыкание на затворе говорит нам о том что все-таки движок пытался работать но в какой-то момент все-таки сдался и сплавились контакты превратив в общем-то движок в коротко замкнутый движок что вывело из строя полностью платам и таким образом мы имеем в общем-то довольно нестандартная нестандартную поломку в стандартном направлении вот ну на этом все ребята пишите комментарии ставьте лайки день у нас сегодня рабочий закончен можно отправляться домой всем хорошего настроения хорошей погоды и до свидания